Предвыборная кампания вступила в самую активную фазу. Началась агитация в средствах массовой информации. На телевидении появились ролики кандидатов. Президент страны Владимир Путин сделал ставку на прямую работу с людьми своих доверенных лиц. В столицу Чувашии приехал Денис Клебанов, доверенное лицо Владимира Путина. Диалог на равных прошел в столице Чувашии. Исполнительный директор российского движения школьников Денис Клебанов встретился со студентами. Показать на примере успешных людей, что современная Россия – страна возможностей, где можно добиться успеха в любой сфере, в любом регионе – основная цель диалога. И Денису Клебанову есть что рассказать студентам. Из-за проблем со здоровьем ему пришлось оставить большой футбол. Но уйти из спорта он не решился. Удалось пообщаться со спортивной общественностью. Очень, на мой взгляд, великолепные условия созданы в Чувашском государственном университете для развития студенческого спорта. Большое количество спортивной инфраструктуры. Ребята принимают участие во всероссийских мероприятиях. Самое главное, что в этих ребятах, которыми я сегодня общался, я увидел столько энергии, столько страсти, столько любви к своей родине, что меня это действительно очень сильно впечатлило. С этими ребятами можно смело идти вперед. Встреча с сопредседателями и членами республиканского избирательного штаба Путина – еще один пункт из программы посещения Чувашии. Мы пообщались с коллегами из регионального штаба. Была проведена большая работа и по сбору подписей, и сейчас ведется работа по коммуникациям с населением, со собиранием обратной связи. Это очень важно, потому что мы не раз слышали, и Владимир Владимирович, в принципе, говорил, что часть его предвыборной программы будет состоять из тех предложений, которые граждане смогут высказать в рамках общественных приемных президента. Активная работа с избирателями уже вовсю идет. График встреч доверенных лиц всех кандидатов президента распланирован по дням до окончания избирательной кампании. Донести свою программу до избирателей – их главная задача. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!